доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game сегодня мы с вами еще раз посетим проект wizards роли play почему еще раз ну потому что они уже были в онлайне я делал на них обзор после чего они сделали переиздание своего проекта и вот это уже wizards роли play версии 2.0 ну а располагаются они на платформе речь мультиплеер но версии 1.1 ну и начнем с меню кастомизации на который я в общем-то жаловался и в прошлый раз выполнено но не особо красиво и интересно была подобрана странная цветовая гамма фиолетово-желтая в этом же издании они видите отказались от фиолетового цвета и оставили только желтый не знаю как и в прошлый раз скажу что наверное все таки это на любителя и вкусовые предпочтения разработчика дизайнера но вызывают у меня сомнения желтый цвет тоже не самый актуальный и может быть тоже все таки является цветом на любителя ну а далее само меню сделано но вот таким вот образом как видите плавности так не подвезли персонаж двигается лагана но и вызывает сомнение расположения самого персонажа свет падает сверху поэтому вот лицо персонажа отображается каким-то с каким-то искажением потому что свет направлен сверху и тень падает как-то абсолютно неправильно дальше само меню тоже какое-то ну достаточно странно я бы наверно так сказал очень бедно оформлено из-за того что персонаж расположен каким-то неправильным образом на самом деле выглядит сегодня красиво ну и следующий баг который я заметил не знаю персонажа можно крутить вправо-влево но когда вы его настраиваете он тоже крутится вправо-влево из-за чего он настраивать персонажа ну крайне сложно вот вы можете заметить я выбираю позицию до начинаю поворачивать ползунок вправо-влево и в этот момент начинает персонаж крутить головой тоже вправо-влево как это сделано почему так не знаю слава богу что меню кастомизации надо смотреть всего лишь один раз когда вы заходите в игру и больше к нему не обращаетесь ну а выполнена она вот таким вот образом сказать что сделано хорошо я не могу вот она сделана как сделано я бы сказал отвратительно сделал ну и ладно настраиваем своего персонажа преодолевая вот эти вот его трудности с настройками с падением света с игрой света и тени и заходим на сам который в свою очередь встречает нас все в том же желтом исполнении вплоть до самого персонажа выбора одежды не предлагается то есть все новички появляются вот в таком вот желто цеплячьем одеянии ну и вот как это выглядит сразу же есть замечание по мелкости надписи то есть меню взаимодействия которые находятся слева посередине экрана мало того что в желтом не читаемом виде так еще и очень очень мелко написано читается просто потому как я уже знаю просто что там должно быть написано поэтому я предполагаю что это за надписи но тот кто зайдет впервые если не знает какие кнопки взаимодействия прочитать это будет очень сложно само же место появления не выдел не удивляет далее стоит бот которым мы подходим он стоял на прошлой версии в общем-то он абсолютно можно сказать бесполезен проходим к меню аренды ну и вот здесь уже что-то новенькое и более интересное нас опять встречает желтая табличка с такими пикантными нотками горчицы опять же таки на любителя но здесь уже все по-другому можно выбирать аренду на какое-то время к оформлению опять есть претензии подбор цветов просто какой-то отвратительный само меню прикольно можно выбрать на час на два на три на сколько угодно другой вопрос а чего вы экономите вот это вот черное поле вы оплачиваете аренду монитора что ли не могу понять почему так мелко столько места а менюшка мелкая почему что вам мешает сделать на весь вот этот вот черный квадрат нет надо намельчишить наверное очень дорого делать меню вы прямо вот на весь черный квадрат ну ладно выбираем себе на примерно на час аренду выбираем пока что скутер потому как я не знаю сколько будет стоить здесь что поэтому пока придется экономить ну и выдвигаемся в сторону мэрии а почему в сторону мэрии а это уже другой вопрос и вопрос этот к тому а что же это за сборка что она из себя представляет ну и открыв карту мы начинаем понимать что это просто редэйдж обычный редэйдж всего расположением точек рабочих занятий но и в общем-то многого остального черный рынок и рабочие занятия инкассаторы дальнобойщики все то самое что было когда-то на сборке редэйдж ну естественно мы понимаем что и этот проект открыт на этой же сборке но они попытались ее разнообразить но и вот каким образом это разнообразие здесь выглядит мы и посмотрим ну а так как это редэйдж то первый путь ведет нас исключительно в мэрию потому что трудоустройство скорее всего будет через мэрию ну а по пути в эту самую мэрию я заметил что проект нуждается в какой-то я бы сказал наверное оптимизации потому что он очень и очень нестабильный так как я только что был например на проекте gta life он правда расположен на платформе alt-v но в сравнению с тем проектом здесь где-то процентов на 30 35 fps меньше и есть микрофризы поэтому мне это не очень понравилось ладненько мы добрались до этой мэрии подходим здесь к боту который нас посылает за симкой ладненько принимаем это задание и идем за симкой и тут у меня другой вопрос почему так далеко открываем карту и смотрим вот где находится магазин в который нам он нас послал а рядом с мэрии есть точно такой же магазин и тут я понимаю что это сборка редэйдж а на редэйдж здание вот той самой пресловутой мэрии находится в другом месте поэтому от старой версии до этого магазина ближе мэрию перенесли а магазин трогать не стали ну и ладно как говорится дело ваше хотите погонять игрока в самом начале ну гоняйте если вы увидите в этом какой-то плюс далее проходим магазин и тут нас как всегда встречает лучезарный желтый цвет урины и вот такое вот меню подразделение на категории нет все и все товары в одной куче продукты и гаичные ключи отвертки и тому все что угодно все в одной категории но как и на прошлой версии нету воды еда есть она представлена в виде чипсов и пиццы а вот воды нету за водой будь любезен проехать в другой конец карты ну что ж покупаем эту симку которая кстати автоматически сама и установится так как за жутким звуком переходя в меню мы видим что вот я купил пиццу да вот один квадратик в меню у меня загорелся сколько вообще вместимости моего инвентаря я хрен его знает дальше в этот же инвентарь ну вот включены и вот эти вот категории тут и донат тут и статистика здесь в общем то все 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 включается одной кнопкой здесь вы можете все сразу рассмотреть и меню и донаты и какие-то списки аналитика там все 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 в общем вместе взято все в одной куче здесь находится выполнена я скажу вам достаточно бледненько все как-то ну нету красоты что ли какой-то все очень так схематично неприглядно я бы так сказал и странно что здесь нету желтого цвета вот как-то видимо этим занимался какой-то другой дизайнер потому что здесь почему-то он отсутствует хотя везде везде будет желтый цвет ну с донатом в общем то вот так обстоят дела меня больше заинтересовало а сколько же вместимость моего инвентаря для того чтобы понять а поместится еще что-то мне пришлось еще купить еды и опять перезайти в меню и вот там появился еще один слот сколько всего таких слотов вот хрен его знает наверное надо накупить разного товара чтобы понять вообще с какая вместительность твоего инвентаря ладненько возвращаемся обратно к мэрии ну а так как это очередная извращенная версия redage возвращаться в мэрию придется очень часто ну а здесь нас встречает все такая же желтая мочевидная таблица составлена видимо в экселе но в отличие от предыдущей версии здесь хотя бы можно прочитать уровни на каких в общем то вам открывается это рабочее занятие в основном это все те же рабочие занятия которые на сборке redage но есть и изменения как видите есть рабочее занятие карщик и есть написано подработка что за подработка как ее найти ну тут я вам не помощник на карте есть действительно одна точка строительная площадка видимо и она то и имеется в виду ну наверное так потому что я в этом не разобрался надписи рабочее занятие подработка на карте нету и найти его невозможно ну а остальное вы сейчас все видите берем работу карщика и смотрим что это такое до работы карщика расстояние немалое это находится в порту ну и предположить можно что эта работа на каком-то электроавтомобильчики ведь именно так называют электротранспорт который работает в промышленных масштабах промышленных объектов но здесь стоят погрузчики они совсем не электрически и тут я начинаю понимать что это переделанный скрипт той же самой рыджуховской сборки который называется газонокосильщик газонокосилки заменены на погрузчики а все остальное то же самое соглашаемся берем в аренду точно так же как и взяли бы мы газонокосилку на рыдже и дальше ездим по точкам просто так по точкам если вы думаете есть какая-то анимация нет ничего нету просто подъезжаем на точку маркер гаснет едем на следующую точку и вот так вот проходит ваше рабочее занятие времяпрепровождение это я бы сказал наверное такой вот дешевый дешевый способ сделать вернее даже не сделать а представить старое за новое выдать старое за новое берем скрипт меняем на нем технику располагаем в другом месте называем это работа карщик и вот то что вы сейчас видите вот такая вот работа плохая ли она да я бы не сказал хорошая свежая да совсем нет вот в общем то вот такой вот разработчики нашли выход для того чтобы освежить свой проект уж тут решайте сами я недавно был на gta life где работа вот этого карщика дара водителя погрузчика выполнена ну очень красивым способом я много показывал как это можно сделать но я думаю что вот это вот как раз таки не самый лучший способ разнообразия рабочих занятий это просто переделанный и перенесенный скрипт газонокосильщика да дали другую одежду да дали другую технику но принцип то остался все тот же и никакой анимации не было там на газонокосилки но естественно откуда анимации взяться и здесь поэтому вот такое вот рабочее занятие долго на нем я просидеть тоже не смог очень быстро я закончил свою трудовую деятельность ну к тому же мне к этому времени надо было уже покинуть сервер потому что были дела 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 как говорится мне нужно было выйти с выходом здесь тоже есть проблема я переоделся и встал вот в этом вот месте выйти просто так по-человечески не получится в меню нету этого пункта то есть выходить надо через alt f4 ну или три волшебные кнопочки как видите в меню нету даже такого пункта покинуть игру после того как вы нажимаете alt f4 будет очень долгое вот это вот заставка у меня она в конце концов вообще зависла ладненько через какое-то время я зашел опять через желтое меню с участием полицейских желтой машины какая-то любовь у разработчиков к желтому цвету очень непонятно ладно я перезашел появился в том же самом месте какого же было мое удивление что мой мопед который арендовал больше чем на час стоит по месте но точно так же было и разочарование потому что воспользоваться этим мопедом на тот срок который я его арендовал на полтора часа ли вы что-то около того час полтора где-то так и там нащелкал не могу не я и никто другой то есть если вы зайдете возьмете в аренду мопед на пять часов перезайдете он так и будет валяться все пять часов не вы и никто другой им не сможет воспользоваться но делать что-то надо и как-то покинуть эту локацию мне тоже надо но я уже заранее знал что ничего хорошего из того что я пользуюсь телефоном кстати который выглядит один в один как на оригинальной сборке red age из этого ничего хорошего не получится так оно и было я нажал ближайшую точку аренды ну и вот то что он не выдал то есть разработчики считают что вот это вот работа на погрузчики она не ключевое место и здесь аренда не нужна это не для новичков видим это для тех у кого уже есть транспорт но я уже привык к тому что кто-то берется за разработку проекта на базе red age с арендами будет беда ну а как действовать я уже привык ныряем и ждем когда очутимся в больнице про саму же больницу могу сказать только что инписи шка здесь стоит не в желтом а в белом халате что странно ну и лечение проходит достаточно быстро и даже ждать какого-то таймера не надо но так как мы уже оказались рядом со строительной площадкой которая наверное и является вот той самой надписью в мэрии подработка но точно это или нет я не знаю нас как всегда встречается табличка в стиле золотого дождя на которой желтым же и написано ладненько пытаемся устроить но оказывается что это в общем не подработка вот поэтому то я и говорю что я в этом так и не разобрался подработка это параллельно место занятости где вы не на основной работе трудитесь а действительно подрабатываете но здесь если вы не уволились работать нельзя значит и считать это подработкой тоже нельзя так вот где находится эта подработка которая написана в мэрии я не знаю я вернулся в мэрию и судорожно пытался нажать на от этого слова подработка чтобы мне проложила путь до нее но она вообще никак не взаимодействует с этой надписью и и как будто нету просто надпись а взаимодействие никакого нету ну я уволился с предыдущего места и после этого вернулся на стройку и до меня приняли ну а что что представляет из себя стройка я уже показывал этого уже неоднократно было на других проектах такой очень затасканный строительный скрипт в общем то все то же самое но только на предыдущей версии я говорил что но ребята не смогли даже поправить коробку которая есть в этом скрипте здесь мы носим мусорный мешок носим кирпич и закручиваем лампочку в воздухе в общем то достаточно кривой и старый скрипт вот таким вот образом работа электрика выглядит стоим и что-то там руками ковыряем но на прошлой версии коробка была просто любитела в воздухе на этой же версии коробка вообще стала баганая ну и также не добавилось никакого антуража и вообще это строительное занятие достаточно печальное я неоднократно его показывал на многих проектах он есть этот скрипт на вот эти трава строительные работы нигде я не видел чтобы это было как-то красиво или антуражно выполнено и вообще но я считаю что одна из самых убогих строительных занятий а соответственно сидеть там нет никакого смысла я поехал посмотреть что же еще ребята добавили для того чтобы разнообразить свой проект ну и вот одно из занятий которое появилось здесь на проекте wizards это работа фермера выполнена вот таким вот образом подходим взаимодействием устраиваемся на работу ну а дальше поле и рандомное выпадение точек я уже неоднократно данное данный скрипт показывал вообще надо сказать что на проекте нет ничего нового ребята набрали где-то то ли то ли накачали то ли может быть бесплатно это скрипты может быть стоят копейки я не знаю но эти скрипты настолько старые и затасканные что вот смотреть на них даже уже и неприятно я показывал это наверное раз 5-6 уже на анимация лепки снежка и рандомное выпадение точек на поле вот и вся работа что-то красивое интересное да нет ничего мы здесь не увидим поэтому опять же таки задерживаться на этом рабочем занятии нет никакого смысла переходим дальше уваляемся с этого места на котором кстати на единственную написано сразу же стоимость 25 по моему там за одну травку ладно движемся дальше дальше есть еще фермерские занятия которые появились на этом проекте раньше я их не видел ну а может быть просто и не помню вот такой вот скрипты я его показывал уже точно четыре раза это скрипт связаны с фермерскими работами оформление вы опять видите приятная глазу желтизна но здесь нужно покупать семечки я его показывал уже если хотите посмотрите где-то обзор у меня есть надо ехать покупать семечки сажаете сначала ходите по красным маркером потом эти маркеры становятся зелеными и вы и пойдете по тому же кругу и собираете дальше везете вот на эту точку и продаете вообще все собранные плоды на этом урожай на этом вернее проекте надо свозить сюда все собранные урожаи свозимся вот сюда вот здесь же продаются и семечки которые нужны вот для того скрипта дальше заходим за амбар здесь второе рабочее занятие на этой же локации сборщик апельсинов и опять опять старье уже неоднократно я показывал эти флеш игры вот так это примерно выполнено везде собираем в корзиночку как минимум два раза я уже это показывал вообще это самое простое исполнение если не умеете работать со работами то можно сделать вот такое вот рабочее занятие знание скриптографии здесь вообще никак не нужно это такое флеш наложение если вы умеете делать например менюшки да то вот примерно так же сделано и здесь да вот меню персонажа да мы перетаскиваем с одного объекта в другой вот и все в общем то вот ну и то что это тоже затасканная тема настолько затасканная что оставаться здесь я тоже надолго не собирался дальше меня заинтересовала точка сбора винограда но повидав уже то что я показал да какие старые затасканные скрипты я ничего уже такого не ожидал от этого рабочего занятия и да она оказалась на мой взгляд ну самое худшее на этом проекте это в принципе то же самое что собирать траву даже одежда 1 этажа даже разброс маркеров такой же но только здесь вам еще придется оббегать поднимаясь в гору спускаясь с горы оббегать вот эти вот лабиринт из виноградных лоз время тратится просто катастрофически много просто я не знаю как но пока вы оббежите казалось бы маркер вот он рядом там порядка 20 метров но пока вы оббежите всю эту грядку из виноградных лоз проходит но огромное количество времени жуткое на мой взгляд занятие которое еще и выполнено вот таким вот образом да опять же таки наложена анимация которая не прописана в направлении он крутит лампочку где-то в воздухе непонятно как это вообще происходит никто не заморачивался чтобы было хоть как-то антураж на всем по барабану просто взяли какой-то дешманский скрипт и бросили его на проект без всяческих настроек без тестирования пускай играют на том что мы им предлагаем наверное вот такой подход у разработчиков я не знаю как вот так можно относиться к своему проекту ну а так как больше ты мне показать на этом проекте нечего я поехал в агентство недвижимости которые есть на этом проекте в прошлом моем визите на проекта wizards я говорил что ну оно не очень красиво сделано и вот эта цветовая гамма там было желто фиолетовые цвета мне не очень понравились действительно была вкусовщина я приехал сюда чтобы посмотреть во первых цены во вторых как же они исправили это меню ну и меня встретила вот такое вот сопли сопливое лучезарное на меню опять же такие ну такой себе подбор цвета но серьезно ну такой себе это желтизна в менюшках но настолько уже достает под конец съемок что я уже не хотел даже и говорить про это меню но тем не менее покажу выполнено это вот так вот он выбираете категорию домов кстати одна из категорий домов вообще не работает ну а дальше это вот выглядит таким вот образом если раньше хотя бы был какой-то фон то теперь это вообще черный экран ну а цены уж смотрите сами вот такие вот цены на этом проекте на прошлой версии wizards вам давалась огромная сумма денег самом начале сейчас же этого нету вам дается всего 5000 подъемных ну а вот такие вот цены и такая вот работа предстоит если вы будете здесь заниматься какими-либо делами или рабочими занятиями ну а больше мне на этом проекте показать нечего если в предыдущей версии когда вы заходили на этот проект вам давалась огромная куча денег и на эти рабочие занятия которые принадлежат redage вы даже внимание не обращали то теперь вам придется чем-то позаниматься ну а чем позаниматься я показал на мой взгляд проект новый только по названию по своему содержанию проект остался где-то далеко далеко в прошлом но игроки на роли play проектах абсолютно разные я уверен кому-нибудь это понравится и даже оформление вот в таких вот на желтом очевидных цветах так что если понравился обзор понравился проект заходите играйте получаете удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго и и и и и и и и